доброе 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 утро доброе утро дорогие друзья мы уже из иерусалима продолжаем изучать тору продолжаем изучать спокойно как последние три тысячи лет с тех пор как пришли в израиль вот мы в иерусалиме изучаем тору узнал кстати вчера историю происхождения города иру почему называется иерусалим называется русалом знаете ирушан называется и роста потому что когда-то здесь был город который назывался shalem shalem этот город основался чем с-сен-ноха и он был здесь царем долгое время был здесь в этом городе царем это был маленький такой город духовное место здесь ворота в небо то что называется до пуп земли ворота в небо то есть такое очень здесь эзотерическое духовное место. И вот назывался город Шалем. Шалем это то же слово, что шалом. И то же слово это шлемут, совершенство. То есть шалом это все целое. И когда есть шалом, то есть объединение. Когда мы говорим друг другу шалом, то мы друг другу говорим, типа давай объединимся. То есть между нами мир, нам нечего там делить. Шалом, чтобы было у тебя, чтобы был мир. Когда есть у человека мир, шалом, шлемут, совершенство, то он соединяется в это время со Всевышним. Шалом это одно из имен Всевышнего. И город назывался Шалем. То есть здесь, в этом городе это и была главная идея соединения со Всевышним в состоянии шлемута, совершенства, в состоянии шалома. Теперь, когда Авраам Авину получил от Бога от Бога сигнал, он принял сигнал от Бога, еще находясь в Уркадиме. И он начал путешествие, свое внутреннее путешествие к связи со Всевышним. Он начал свое внутреннее путешествие по соединению с Творцом Мироздания. То был там момент такой, то, что мы называем испытание, когда Всевышний сказал ему принести в жертву сына. Это было самое сложное испытание для Авраама, потому что до этого Бог всегда говорил, что это огромное зло человеческие жертвоприношения. И тут он вдруг говорит, принеси в жертву сына, Ицхака, единственного, которого ты любишь. И Аврааму было очень непонятно. То есть здесь вот этот момент очень-очень важный, что ему было непонятно, слышит ли он Бога по-настоящему, или это что-то другое. Потому что представьте, то есть сигнал прямо противоречивый. Бог, который любовь, добро, и тут он говорит, принеси в жертву сына. Как? И значит Авраам, но Авраам он слышал этот сигнал от Всевышнего, он же искал больше всего связи со Всевышним и близости со Всевышним. И он поэтому говорит, хорошо, пошли, значит, берет сына и три дня они шли от того места, где жил Авраам, к месту, где находится Иерушалам и на горе Амурея, вот это называлось гора, которая, которая потом на ней стоял Иерусалимский храм, первый, второй Иерусалимский храм, будет стоять третий храм. Это вот, это было место такое, где потом стоял жертвенник Вознесения, где приносили жертву Всевышнему. И он, когда увидел вот это место, Ваира, он очень испугался. То, что ему открылось, ему открылось, очевидно, то, что Всевышний, он все-таки, он добрый, он любовный, он творец мироздания, и он дает солнце, на солнце происходят там тысячи ядерных взрывов в секунду, а таких солнцев Всевышнего миллиарды, миллиарды этих звезд, и это, ну, Всевышний, это творец. И у него есть вот этот аспект, который очень пугает, пугающий аспект, да, который, вот эта сила, да, Всевышнего. И Ваира испугался в раме, это место. Увеличить деятельность своя икра в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн-школу, у нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать, но на все это нужны средства. Средства, мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу, видите, ссылочка, стать частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием, мы хотим заниматься образованием, но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно, чтобы, ну, все было понятно, да, то есть мы свет и радость мы приносим людям, это наш принцип, да, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором и, значит, welcome, входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Теперь, как назвать Ире это место? Он сказал, Вайра, значит, Ира это страх, Шалем это шлемут, да, шалом. И в итоге Всевышний сказал, что пусть это место называется наполовину, как назвал его Авраам, Иру это испугаются, Шалом это мир. Значит, Иру-Шалаем называется это место и, в принципе, Всевышний проявляется в жизни нас двумя способами. С одной стороны, он дает нам очень много добра, любви, удовольствия. С другой стороны, есть какие-то страдания, есть какие-то болезни, боль, страх и так далее. То есть, все в этом мире переплетено вот на этих двух полюсах, как название Яру-Шалаем. Испугается и будет мир, будет мир. И наша недельная глава, которую мы сейчас изучаем, мы как раз, она начинается с благословений, то есть, когда вы придете в землю, и будет все хорошо, но если вы не будете соблюдать, будет все плохо. Проклят человек, который делает так, благословенщий, который делает так. В сегодняшней части главы, прямо мы почитаем сейчас, идут очень серьезные проклятия, если вы не будете соблюдать заповеди Всевышнего, то есть, мы видим, что вот эта двойственность мира, да, но это все Всевышний, то есть, Всевышний, он же, зачем он пугает? Для того, чтобы соблюдали заповеди, для того, чтобы получить награду. Понятно, да? То есть, наказание и боль, оно, в принципе, тоже проявление любви Всевышнего, только это надо увидеть, увидеть в этом, в этом, увидеть смысл, да, то, для чего это делается. Теперь, сегодняшний отрывок из книги о Йом-Йом, которую мы изучаем, сегодня 20 илуля, осталось здесь, и не дороже шана. Сегодняшний отрывок, он очень короткий, наверное, самый короткий из всех отрывков, которые мы изучали, книга Йом-Йом, которую составил Любович Стереба, сегодняшний отрывок такой, тот, кто низок и груб, не чувствует своей собственной грубости и низости. То есть, тот, кто низок и груб, не чувствует своей собственной грубости и низости. Это очень интересно, как-то вот, тот, кто низок и груб, не чувствует в своей собственной грубости и низости есть очень известная поговорка, которая говорит, что человек в своем глазу не замечает бревно, а в своем замечает соринку. То есть это свойство человеческой психики, человеческого внимания, что у него может быть вот бревно, да, прям в его глазу, прям огромное бревно такое. Вот он низок и груб. Но он это в себе не замечает. А в другом счете он замечает соринку. Но тут очень интересно, как это работает. Значит, есть еще одно высказывание в Торе, очень такое известно в Талмуде, что Коля Пуссель, каждый, кто другому, другого Пуссель, кто другого делает, ну, говорит, что с тобой что-то не так, например, да, один человек другому говорит, с тобой что-то не так, ты там грубок и низок, да, он Бубумо Пуссель, то есть у него есть этот же Мум, то, что он видит других, в нем обязательно есть. Каждый, кто другого Пуссель делает, ну, говорит ему, ты делаешь плохо, да, в нем это есть. Бубумо Пуссель, у него есть этот Мум. Теперь получается, а тут написано, что тот, кто низок и груб, не чувствует собственной грубости и низости, но чувствует грубость и низость других, которые ему показывают то, что в нем есть, если он задумается. И опять мы переходим в главный урок, который Раф Зильберг перед каждым в Роша Шана он говорил, какой главный принцип суда в Роша Шана, что та меда, которую человек меряет, та мера, которую человек меряет другим людям, меряет ему с неба. И получается, что если человек видит в других грубости и низость, например, и он говорит, ну, наверное, может быть, во мне это есть. Здесь, блин, надо поискать, надо посмотреть внимательнее на себя, да. Понятное дело, что себя он оправдывает, поэтому он в себе не видит низости и грубости. Тоже вот очень интересно. Потому что, что бы человек ни делал, он себя находит для себя оправдание. То есть, теперь получается, что если он в другом видит низость и грубость и говорит, да за такую низость и грубость просто вообще таких людей надо там высылать, изолировать, там вообще, чтобы... И он его судит строго-строго. Во-первых, значит, в нем это есть. И он сейчас судит себя. Во-вторых, если бы он сразу увидел, что в нем это есть, он бы так строго не судил бы ни себя бы, ни другого. Как говорил нам Гилель, Гилель нам говорил, аль тадин эт хаварха, не суди ближнего, адши тадели макому, пока не попадешь на его место. То есть, если бы мы ближнего, когда мы хотим его судить, мы бы реально вникли бы в его ситуацию, мы бы реально узнали бы, что, почему и как. Мы бы услышали бы 150 объяснений, оправданий, аж заблуждений и так далее. И в итоге мы бы сказали, да, действительно, ну, если бы я так поступил, я бы, наверное, так же поступил, надо его простить, сказали бы мы. То есть, ну, как себя мы, каждый раз мы себя прощаем. И это очень, очень, очень важная такая вещь, перед, опять же, перед Рожешана, понять, что все, что нам не нравится в других людях, частично присутствует в нас. То, что мы их судим, то, возможно, если бы мы попали на их место, как Равзильбер, он всегда говорил, за храной для враха, он говорил, какие все-таки выдающиеся евреи Советского Союза, которые еще при том, что полностью все было запрещено соблюдать и преследовалась религия, они все равно сохранили свое еврейство. Если бы ангелы, говорит, попали бы в 17-м году в Россию и стали бы людьми, они бы просто забыли бы про Всевышнего сразу же, да. То есть, когда мы, то есть, это просто нужно понять, когда человек делает что-то, у него всегда есть какое-то объяснение и оправдание. И в большинстве случаев он хочет, как хорошо, он хочет, как лучше. Хорошо, с этим мы, значит, разобрались, да. То есть, очень важно сейчас перед Рошашана понять, что то, что мы видим, что мы не видим своих ошибок. Тот, кто низок и груб, не чувствует своей собственной грубости и низости. Это первый вывод, да. Мы не видим в себе, и нужно поэтому внимательно посмотреть в Рошашана, что в себе исправить. То есть, все внимание должно быть на себя. Теперь, если твое внимание все-таки на других, то ты, когда ты видишь что-то в других, это значит, что сейчас Всевышний показывает то, что есть в себе, в тебе. И если ты его судишь мягко, ты говоришь, эх, наверное, он не знал, наверное, он не хотел, наверное, у него какие-то были... То есть, ты в этот момент так же оправдываешь себя, когда ты оправдываешь другого. А когда ты строго судишь другого, это значит, в этот момент ты строго судишь себя, просто ты не знаешь об этом в этот момент это очень такой важный урок хорошо теперь следующие следующая книга у нас как обрести небо на земле и значит здесь нам приводит себя такая идея люба ческого рыбы что есть в талмуде такая метафора да что человек работает в поле и приносит домой зерно но если он зерно может ли он есть зерно и тогда какой прок от его труда он все время работал работал принес мешок зерна и что жена его помилит зерно получит муку из которой испечет хлеб то есть получается что у каждого было четко в этом мире функция муж принес зерно жена его мерит и из него делает хлеб такова и наша жизнь говорит любая честерова духовные свершения мужчины реализуются в этом мире благодаря его жене такая вот интересное наблюдение такой интересная идея да что духовные свершения мужчины реализуются в этом мире благодаря его жене а значит а как это работает как это работает но опять же я я вспоминаю сразу объяснение какие-то метафоры и статьи да когда работает это так мужа один муж женился да и его жена его жена после свадьбы она начала его исправлять начала на его исправлять и она ему делала 100 100 замечаний в день 100 и он на он понимал что что ему надо исправляться реально и он эти эти все замечания он принимал он их обдумывал он старался и в себе исправить но жена продолжала его его исправлять 100 замечаний в день теперь он пришел к раввину и как-то он слушал слушал он урок значит слушал он урок в синагоге красный наверно на эту тему вот и сталмуда изучали что что жена она мужа исправляет что она как и зарпко иногда помощник против него удостоился значит удостоился если он перед свыше значит она ему помощник не удостоился значит против него то есть она его показывает ему все его все его какие-то ошибки и где ему надо исправлять себя и он такой счастливый и так же сказали что когда когда человек в этом мире если ему в этом мире у него есть в шломбай то что называется да шалом шломут и любовь в семье значит он удостоился рая в этом мире это это как рай да это самое большое счастье в мире когда есть вот этот вот шломут и такой вот ну любовь да внутри любовь и что ему даст такой цельность слияния но если он удостоился что его жена ему против него помощник так он в этом мире получил уже очень тяжелую работу и испытания и он сразу попадает туда в рай сразу после смерти он попадает в рай и он счастливый вернулся домой такой жена ему говорит ты там опять то не так здесь не так здесь не то он говорит спасибо тебе дорогая прям вообще раньше я это все равно исправлял но раньше мне как-то переживал внутри а сейчас я говорю даже счастливый такой вообще она говорит смысле ты счастливый почему ты счастливый то есть я тебе делаю замечание там все а ты значит еще и счастливый день ты стал он говорит ну конечно потому что из-за того что здесь ты мне так исправляешь хорошо то я сразу попаду в рай сразу после смерти сразу попаду в рай мне конечно сейчас говорит немного тяжеловато быть в постоянном исправлении но говорит зато сразу попаду в рай и она со следующего утра она наоборот стала ему делать вот только вот вообще только наоборот хвалить его поддерживать там хвалить его прям говорить всякие приятные вещи он говорит что изменилось она говорит ты за меня в рай не попадешь вот так же ты легко попал в рай говорит нет мне важно чтобы чтобы я тебя исправляла она ему говорит такая шутка мне вспомнилась но она в каждой шутке есть 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 мудрость да такая что у нас есть этот мир это это путь к исправлению да как а есть в проход в трактате проход есть такая такое высказывание да что три прекрасных подарка дал бог еврейскому народу и все три дал через страдания первый подарок это земля израиля через страдания на получается сейчас очень много людей приехало и первое время я вижу как реально людям очень тяжело невероятно тяжело то есть они встроиться в землю израиля может далеко не каждый то есть именно есть которые просто но вот не они не могут да то есть их ну вот все их раздражает здесь доставляет страдания второй подарок это тора то есть тора дается через страдания значит как я понимаю это высказывание по простому что когда человек чтобы человек о чем-то задумался ему обязательно нужна мотивация и когда все хорошо у человека нет особой мотивации что-то менять то есть хорошо хорошо зачем ему учиться ему просто он кайфует получает удовольствие от того что хорошо у него появляется сильная мотивация что-то изменить когда он получает страдания и в есть приводится в талмуде это высказывание что счастлив человек которому бог дает страдания чтобы привести его к торе которая спасет его в период больших бедствий то есть момент когда человеку плохо он начинает искать пути а как исправить что мне сделать как не изменить он начинает искать знания о том как исправить духовное знание это тора причиной всех всех каких-то проблем жизни являются духовные именно какие-то пробои и чем-то начинают изучать тора и третья это написано в талмуде что 3 то что дается через страдание то вечная жизнь вечная жизнь это тохаход мусор это нравственные нравственные увещевания всевышний дает человеку постоянно какие-то нравственные увещевания через жену через людей через еще кого-то через какие-то события в жизни если есть хороший друг а если есть хороший BCE то То есть есть, например, в Хабаде, есть такое понятие, что у каждого человека должен быть Машпия, тот, кто его нравственно исправляет. Тот, кто ему дает вот эти вот увещевания, тухоход, показывает ему, где он ошибается и так далее. То есть, когда ты понимаешь, что только это является путем к улучшению и к исправлению, то тогда ты воспринимаешь это, наоборот, как подарок от Всевышнего, а не как какую-то неприятную вещь в жизни. Хорошо. Значит, с этим мы тоже разобрались. И сейчас мы перешли к недельной главе, в которой сейчас идут огромные страшнейшие проклятия, которые только есть. Страшно читать, поэтому мы их читать особо не будем. Буквально несколько, чтобы понять, какую страшные вещи написаны в Торе за то, что в Рести народ не будет соблюдать заповеди Всевышнего. И, значит, начинается все с хороших таких слов сегодняшний отрывок, что Бог даст твоих врагов, которые встают на тебя, значит, даст их в твои руки. И они по одному пути будут на тебя идти войной, а семью путями будут от тебя убегать. То есть, здесь тоже как бы это благословение, но благословение такое, которое, знаешь, будь осторожен. Всегда есть враги, которые встают на тебя. И получается, что если ты будешь... То есть, будь всегда в тонусе, потому что враги, а не вокруг. Да, это Бог такое дал благословение. Но если ты будешь соблюдать заповеди, тогда я спасу тебя. Но если нет, значит, знаешь, что... Как сказал Бог еще Каину, когда первого человека создавал, Он ему говорит, ты знаешь, у входа грех находится. Вейлэхка шукаток. Тебе его стремление. И ты сможешь его победить. Есть у тебя сила его победить. То есть, Бог дал нам вот эти все страдания и дал силу их победить. То есть, это не так, что Он дает испытания, которые нет сил победить. Всегда Он сараизмеряет то страдание, которое дает человеку, тем силам сопротивления, которые Он дал самому же человеку. То есть, это такая идет, как ты в спортзал приходишь, да, если ты слабый, ты берешь гриф, там, 20 килограмм, начинаешь с ним работать. Ты не можешь взять штангу 100 килограмм, ты ее просто, ну, не поднимешь, она тебя раздавит. Значит, каждый берет ту нагрузку в спортзале, которую он может преодолеть. А Всевышний дает каждому из нас ту ситуацию жизненную, которая может, мы тоже можем ее преодолеть. Но ситуации есть. Нет ни одного человека, который был бы застрахован от того, что в жизни у него не будет, там, болезней, каких-то неприятностей и так далее. Такого нет. Это только в раю. Дальше. И будет благословение в житницах, там, всему, где будет твоя рука. Все Он тебя благословит. Все поставит тебя народ. Бог поставит тебя народом святых, как Он клялся тебе. Если будешь соблюдать заповеди Бога и ходить будешь по Его путям. То есть, все привязано к условию. То есть, благословение будет на условиях, что ты будешь соблюдать. Значит, увидят все народы земли, что имя Господа наречено над тобою. Все народы земли увидят, что имя Всевышнего, оно на тебе начертано, да, этот филин. И убоятся они тебя. То есть, они будут, вау, такой будет, как трепет перед святостью, да, когда видишь святого человека. Значит, дальше идут дальше благословения, откроет Бог для тебя сокровище доброе, небеса откроют, чтобы дать дождь, поставить тебя главой не хвостом, там будешь. И все это, значит, и будешь только сверху, и не будешь внизу. Если будешь альтнай, видите, тишма эль митсвот ашем. Интересно, что, знаете, есть такое выражение сейчас, люди, которые занимаются там аффирмациями, словами, они говорят так, не если, вот я заработаю миллион, если, они говорят, стоп, не если, когда, когда буду. То есть, когда, это как бы более такая жесткая связка, не если, а когда. И тут в Тории также написано, что будет это рак, будешь рак ли мало, лоти элемата, ти, тишма эль митсвот ашем. Когда будешь слушать заповедь Бога Всесильного твоего, которую я заповедую тебе сегодня. Дальше идет с 15-го отрывка, начинается, начинается я коротко какие-то вещи просто скажу. И будет, если не будешь слушаться Бога, не будешь соблюдать его заповеди, его законы и так далее, то и придут на тебя все проклятия эти и настигнут тебя. Будешь ты проклят в городе, проклят в поле, корзина твоя, я не буду даже говорить слово проклят, чтобы, не дай Бог, но там везде это слово стоишь. Будет плоды чрева, плод земли, плод быков, все твои там скот, все будет проклято, да? Значит, при входе, при выходе будет проклятие, смятение, неудача во всем, к чему будет приложена рука твоя. Значит, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь за дела твои, за злые дела твои, что потянул меня? Малалеха Ашер Азавтани, за то, что ты меня оставил, говорит Бог, да? Язвы там, болезни разные, чахотка, лихорадка, меч, знойный ветер. Ну, в общем, все, что есть плохого, здесь написано. Вообще, все, что есть плохого в мире. Значит, пропускаем, пропускаем, пропускаем. Это в эту субботу будут читать в синагогах. Обычно читают это, но быстро. И никто не хочет, чтобы на этот отрывок вызывали к Торе. Поэтому чтец Торы, он читает это сам. Потому что никто не хочет, чтобы его вызывали к Торе, к этому отрывку. Ну, кому это надо? И он, значит, читает это сам, очень быстро, так, ну, чтобы было слышно, но старается, чтобы было, ну, не делать не акцентированно. Поразит тебя Бог безумием, слепотой, сердечным смятением. Сердечное смятение, говорит нам узкая Тора, это оцепенение сердца. Когда человек впадает в такое оцепенение сердца. Будешь общепью ходить в полдень, как слепец в потнах. Будешь утеснен, ограблен во все дни, никто не поможет. Это как раз описание катастрофы, да, то, что было с 33-го года и по 45-й год. Это страшных было вообще 12 лет, когда пришли вдруг сумасшедшие маньяки, фашисты пришли к власти. Значит, ну, там все, я пропускаю, пропускаю. Про сыновей, про дочерей, которых в рабство отдадут. Мы только что были в Риме и видели вот эту вот триумфальную арку Тита, когда на ней прям видно изгнанники, которых он угнал. Ну, говорят историки, более 50 тысяч рабов только пришли в Рим. Но сколько они пришли, сколько было убито, сколько похода. То есть, представляете, рабов ведут пешком из Израиля на кораблях, сколько их умерло, в море их покидали. И вот их привели в Рим, и они, давай, римляне эти, да, ну, давайте, постройте нам Колизей. И вот они, рабы, там, за кусок хлеба и стакан воды, значит, они строят этот Колизей. Потом римляне такие веселые приходят в Колизей и смотрят, как гладиаторы убивают, там, этих рабов. Ну, за первых, я слышал, что за первых две недели открытия Колизея убили внутри две тысячи человек. Представляете, приходили семьями такие, ну, что, посмотрим, значит, как убивают рабов. Представляете, страшно, как было этим рабам. И насколько правильно, что потом Рим был уничтожен варварами, потому что все, что люди делают плохого, оно потом на них и приходит. Поэтому Рим был потом уничтожен за все то, что они делали. Написано в Торе, что Будешь ты, сойдешь ты с ума от того, что увидят твои глаза, от того, что ты увидишь, да, то, что увидели в концлагерях те, кто их освобождали, вообще люди, которые прошли в концлагерях, то, что они увидели, сходили с ума просто, да. Значит, Значит, и будешь ты Значит, и будешь ты к притче, ну, то есть будут над тобой издеваться среди всех народов, куда направит тебя Бог. Действительно, двухтысячелетнее изгнание, все сбылось, все, что здесь написано, сбылось. И, значит, давайте, ну, то есть дальше идут опять проклятия, 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 пропускаем, пропускаем. Значит, сорок пятый отрывок. И сбудутся над тобой все эти проклятия, преследовать будут тебя и настигать до уничтожения твоего, ибо не слышал ты голоса Бога Всесильного твоего, чтобы соблюдать его заповеди и законы. Значит, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с радостью и добросердечием при изобилии всякого блага. Вот это главный отрывок, который нужно запомнить, да. То есть здесь вот прям алгоритм, который является, слава Богу, мы живем сейчас в самую лучшую эпоху за всю историю человечества относительно медицины, относительно социальной, относительно отношений между людьми, нету рабства и так далее. То есть мы живем в самое лучшее время за всю историю человечества. И вот нужно каждый день написать себе большими буквами, что если ты не будешь служить Богу, Басимхат Лев, с радостью в сердце, когда у тебя все хорошо, то тогда будет все плохо. Поэтому вот это важнейший, важнейший урок, который просто нужно благодарить, благодарить Всевышнего, радоваться, спасибо, 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 тысячу раз в день, миллион тысяч раз в день, с радостью в сердце, но выполнять заповеди. Не просто с радостью в сердце и пошел, значит, в разгон, нет. Значит, ну тут дальше опять идет переключение, опять так очень много идет проклятий, дальше, 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 опять проклятие. Значит, сейчас надо, давайте, где оно все заканчивается, сейчас закончится, на хорошей ноте закончить. Значит, и останется 62-й отрывок, и останется вас немного. А было вас много, как звезд небесных, значит, Вы знаете, специально эту главу всегда читают, так именно создано, что ее читают перед Рошашана, перед днем суда, чтобы мы перед днем суда задумали. Знаете, как студент перед экзаменами, он задумывается, если я не сдам, меня исключат из института. И он начинает последнюю там неделю на экзаменах очень сильно учиться. Так же и мы, может быть, задумаемся, последние 10 дней осталось дороже, что она, и начнем учиться. И рассеет тебя, Господь, меж всех народов, от края земли до края земли, сбылось. Видите, как хорошо, это как рабиатива, когда плакали два других мудреца, что храм разрушен, и лисы бегают там, где была святая святых, он смеялся. Его спрашивают, почему ты смеешься? Он говорит, так от радости, смотрите, написано, что будет разрушено и сбылось. Значит, сбудется и то, что будет третий храм, будет отстроено. То есть он видел в этом позитивную такую черту. И я тоже, вот, мы тоже видим, что раз сбылось то, что написано в Торе, что рассеет тебя, Господь, меж всех народов, от края земли до края земли, и ты будешь служить там чужим божествам, которых не знал ни ты, ни отцы твоей дереву и камню, это евреи, к сожалению, все вот эти вот новые философские течения, многие, многие, там, коммунизмы и так далее, это как раз тоже на краю земли потерянные все вот эти вот евреи, маугли, они придумывали какие-то эти все учения. Значит, давайте, где же здесь хорошее, давайте. Так, сейчас, секундочку. Значит, вот, все, 68-й отрывок, нашли. И возврати тебя, Господь, в Египет, на судах, путем, о котором, Он сказал, тебе более не увидишь и то, и в Египте ты будешь там на продажу, но не будет покупателя, уже даже в Египте не будет на тебя покупателя, то что, это слова Завета, это слова Союза, который повелел Моше, Господь повелел Моше заключить сынами Израиля на земле Маава, помимо Завета, который был, когда получали Тору. Значит, что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что действительно все это сбылось. Все это сбылось. Но мы видим также, что государство Израиль существует. Уже 70 лет назад вернулись евреи в Израиль официально. И мы видим, как расцветает государство Израиль, земля Израиля, как сейчас большая часть еврейского народа вернулась уже в Израиль. И это значит, что, значит, вот отрывок сегодняшний закончился, но сразу начинаются Псалмы, 97-й Псалом. Бог царствует, да возрадуется земля, да возвеслятся многие острова. Все веселится, все отлично, скоро будет третий храм, придет Моше. И мы увидим, как сбылись плохие пророчества. То есть мы видим, что действительно союз был заключен, и этот союз сбылся. Значит, сбудется и вторая часть союза, что придет Моше, будет третий храм, и будет все хорошо. Все. Значит, всем шаббат шалом. Шаббат шалом. Чтобы мы этот шаббат хорошо поучили Тору. Чтобы этот шаббат мы благодарили Всевышнего за все вообще, все, что только можно, и служили ему в радости сердца. То есть он сказал, что он от нас ждет? Чтобы мы служили в радости сердца. Когда все хорошо. То есть Всевышний же не хочет давать это. Он говорит, но если не будет вот этого наказания, если не будет этого страха, так никто ничего делать не будет. Поэтому давайте мы, чтобы наше чтение вот этих вот проклятий мотивировало нас служить в радости, выполнять все заповеди. И, как Всевышний обещал, что будет тогда все хорошо. Все. Шаббат шалом. Всем удачи и успеха. Субтитры создавал DimaTorzok